В эфире телекомпания «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Алиса Харлина. Главная тема сегодня. Раскаялся и осознал. В доме на улице птицеводов отец зарезал собственного сына. Жаркая осень. Пожар в селе Сысо и Сараевского района уничтожил более десятка строений. Феномен кровавой луны или обыкновенный вандализм. Хулиганы разгромили Шереметьевское кладбище. Семейные ссоры и недопонимания. У кого этого не бывает. Но все чаще скандалы между родственниками для пострадавшей стороны заканчиваются смертью, а для виновника – уголовным сроком. Сейчас рязанские следователи разбираются в подробностях происшествия в доме по улице птицеводов. По предварительной версии, молодого человека 89-го года рождения зарезал собственный отец. Отец позвонил родственникам и рассказал о случившемся. И скрылся с места преступления. В настоящее время, как я уже сказала, подозреваемый задержан. В отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Следует отметить, что отец раскаялся, полностью признал свою вину и дает подробные показания о случившемся. Весной этого года депутаты Госдумы жарко обсуждали необходимость отдельного закона о запрете пала сухой травы. Грозили высокими штрафами и даже уголовными сроками. Но, как показывает практика, только разрушительные пожары, которые уничтожают целые улицы, способны на время остановить любителей поиграть со спичками. Вот так выглядели дома местных жителей села Сысоя Сараевского района. Сообщение о начавшемся возгорании поступило на пульт дежурного в понедельник. На место выехали более 40 пожарных и 12 единиц техники. Огонь быстро охватил 13 домов, среди которых дачи и постройки. Специалисты считают, что причиной пожара стало короткое замыкание. В ночь с понедельника на вторник полицейские даже дежурили в населенном пункте, чтобы предотвратить мародерство. Еще семь строений сгорело в поселке Кустаревка Сасовского района. Глава области поручил Министерству социальной защиты населения выехать на места возгораний, оценить причиненный жителям ущерб от потери жилья и в двухдневный срок внести предложение об оказании помощи пострадавшим семьям. Обращаясь к руководству Главного управления МЧС России по Рязанской области, губернатор подчеркнул необходимость тщательного расследования причин возгорания. Живые не увидят, мертвые не расскажут. Видимо, так думают вандалы, которые под предлогом Красной Луны по всей России совершают преступления. Ломают памятники и барельефы вождей, обливают краской вывески, развешивают непонятные символики. Рязанским хулиганам чем-то не угодили надгробие. Целый день полицейские опрашивали свидетелей, снимали отпечатки пальцев и собирали улики на Шереметьевском кладбище, где в понедельник неизвестно разгромили 70 памятников. Вандалы бесцеремонно прошлись по надгробиям, невзирая на возраст, пол и национальности тех, кто там захоронен. Что удивительно, родственники давно усопших ожидали такого исхода. У меня у отца поваленный памятник лежит. Многие памятники очень разбиты, особенно вдоль гаражей, с той стороны. Все прекрасно знают, что в день затмения Луны здесь уже такое было. Десять лет назад так же валяли, памятники разбивали. Я отсюда ушла около 7 вечера в воскресенье. Специально прошла, посмотрела, нет ли тут каких подростков, не собираются ли группы. Вот на этой могиле работали рабочие в 7 вечера. То есть все было тихо и спокойно. Это детский дом, наверное. Детский дом, я считаю. Местные на это не пойдут, я думаю. Хулиганы воспользовались тем, что кладбище не оборудовано камерами видеонаблюдения, а один комендант не способен обеспечить безопасность. Впрочем, на помощь ему именно в эту ночь отважно и добровольно выходили сами жители. Я была почти уверена, что в эту ночь будет здесь вандализм совершен. Поэтому в 7 вечера в темноте я здесь ходила кругами. Здесь гулял мужчин с собакой, дети маленькие катались на роликах из этого дома. Ничего здесь не было. Никаких здесь не может быть подвохов со стороны строителей, что там кто-то что-то хочет захватить или там еще что-то. Во-первых, это древнее кладбище старинное. Тут в самом принципе невозможно никакие перезахоронения и застройки. Потому что здесь деревенские жители, которые жили, они здесь и похоронены. Здесь девятиэтажку не поставишь на этом кладбище. Пока неизвестно, за чей счет будут восстановлены разрушенные надгробия. Но представители службы ритуал пообещали оказать пострадавшим максимальное содействие. Сотрудники полиции выяснили, что к поломке памятников причастны трое рязанцев в возрасте от 25 до 30 лет. Приятели нигде не работали и нередко злоупотребляли спиртным. Установлено, что в вечер воскресенья молодые люди сильно выпили. Случайно зашли на кладбище и в состоянии алкогольного опьянения из хулиганских побуждений поломали несколько десятков памятников. Сейчас злоумышленники не могут нятно объяснить причину своих действий и ссылаются на сильное алкогольное опьянение. Выяснилось, что 7 лет назад эти приятели уже привлекались к ответственности за совершение в нетрезвом виде хулиганских действий на кладбище. А почему вы потянули именно на кладбище-то? Верно не пошли гулять на дискотеке. Почему вы именно на кладбище-то пошли? Мне захотеть не нравилось. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье 244 Уголовного кодекса Российской Федерации на другательство над телами умерших и местами их захоронения. Злоумышленникам грозит уголовное наказание в виде лишения свободы. Восемь лет колонии строгого режима назначили мужчине за убийство приятеля. Причем в момент конфликта участники были настолько пьяны, что пострадавший сразу не заметил смертельную рану, а виновник не обратил внимания на свой удар. Происшествие имело место в декабре прошлого года. Жертву повредили подколенную вену. Сначала страна защиты решила оспорить приговор, но 22 сентября Рязанский областной суд оставил его без изменения. Были времена, когда вопрос о справке об отсутствии судимости мог вызвать смущение и даже недовольство. Теперь легче перечислить ситуации, где она не понадобится. Неважно, устраиваемся ли мы на работу, получаем вид на жительство, усыновляем ребенка или хотим заняться профессиональной деятельностью в сфере ценных бумаг. В наше время не нужно отстаивать длинные очереди к малюсеньким окошкам ради получения той или иной информации. Сведения о судимости граждан России содержатся в базах данных МВД Российской Федерации и их региональных подразделений. Вы уже получили справку о судимости. А где вы ее заказали? Через интернет. Зарегистрировался на портале госуслуги. Мне неудобно было приходить в рабочее время. Нужен отгул. А интернет работает круглосуточно. Да и друзья говорили. А как долго вам делали справку? Где-то 3-4 дня. Получив учетный номер, человеку остается только вовремя проверять свою электронную почту. Сложности с загрузкой паспортных данных тоже не возникнет. Информационный центр управления внутренних дел Паризанской области ждет вас каждую субботу с 9 до часу. А также мы будем рады ответить на ваши вопросы по телефону, которые опубликованы на нашем официальном сайте 62mvd.ru. Зарегистрироваться на сайте нужно только один раз. И для вас будут открыты все услуги, предоставляемые государственными органами. Без очередей, без предварительной записи, без сбора документов. Субтитры создавал DimaTorzok двухмоторного самолета. В Москве проходят кампании против битья детей и карнавалы похорона ремня. Почти во всех храмах запрещен колокольный звон. А крупнейшим источником средств стала продажа водки. А еще в этом же году в Ленинграде на оборонном заводе Краснознамениц с одним из рабочих, который пристреливал оружие, произошел несчастный случай, в результате которого тот потерял правую руку. Сегодня мы расскажем об уголовном деле, которое было закрыто еще в начале прошлого века, когда маньяки и преступники уже были, а специалисты и сыщики еще толком нет. 1930 год. По Ленинграду и пригородам стремительно ползут слухи о появлении неуловимого убийцы. Молва говорит, что сам дьявол вышел на охоту за невинными душами. Эта версия пришлась по душе большевикам, уничтожавшим церкви. Для поимки таинственного монстра в районе пороховых заводов были вызваны сыщики не только из Москвы, но и из лагерей. Те ловили преступников еще в царские времена. Всех погибших, а это были и мужчины, и женщины, объединяли важные факты. Во-первых, погибли они в лесу при схожих обстоятельствах. Отправились погулять или в лес за грибами. Во-вторых, все были застрелены. Причем криминалисты выяснили, вместо заводских пуль в патроны были вставлены обточенный под калибр шарики подшипников. Маньяк никогда не издевался над своими жертвами. Не пытался их изнасиловать. Всегда только грабил. Причем добыча была такой ничтожной, что как раз это и смущало сыщиков. Однажды он застрелил грибника, у которого взял корзину с грибами. А в очередной раз он решил убить птицелова, который проверял свои силки. Он убил человека только для того, чтобы завладеть клеткой, в которой были пойманные птицы. Александр Лабуткин родился в 1910 году в семье рабочих, в классе, который вскоре станет гегемоном на шестой части суши. Правильное происхождение позволило Лабуткину после достижения им 17 лет устроиться на завод краснознамениц пристрельщикам оружия. В городе он любил щеголевато так одеваться. Он носил шляпу черную с широкими полями, там длинное красивое пальто. На военном заводе уже в те времена было работать очень престижно. Александр Лабуткин с детства любил оружие и эту страсть не скрывал. К тому же его отец проработал на предприятии больше 40 лет. Благодаря этим обстоятельствам Лабуткин-младший попал в привилегированный отдел, который занимался проверкой качества выпускаемой продукции. Кто в 30-е годы не делал что-то под девизом коллективизации? Одно из любимых занятий рабочего класса – выкорчевывание пней на месте будущей пашни. В ход шел любой подходящий инвентарь. По одной из версий, в выходной день Лабуткин в составе комсомольского актива завода был направлен на помощь крестьянам. Чтобы быстрее справиться с задачей, он захватил толовую шашку, но во время подрыва лишился кисти правой руки. С таким увечем работать на заводе он не мог. Лабуткину назначили пенсию, как получившему травму на производстве. И по рекомендации районного бюро ВЛКСМ, его взяли на должность паропроводчика на Охтинский комбинат. Лабуткин женился уже после травмы. Его женой стала некая Мария, 1913 года рождения. К тому времени она уже была судима за кражу, но вроде бы исправилась. В те времена приобрести свой пистолет было сложно. Однако Лабуткин сошелся с бывшим коллегой отца, пожилым слесарем. Тот работал на военном заводе еще в царские времена. И таскал домой разнообразные детали от пистолетов, гильзы, порох, разные тиски, да и много чего еще. Так что, когда старого слесаря отправили на пенсию, в его сарайчике была оборудована вполне приличная мастерская с огромным запасом различных деталей и ингредиентов для кустарного изготовления оружия. У него-то Лабуткин и приобрел револьвер. По старой памяти он все-таки не бросал оружие, которое у него незаконно хранилось. И однажды он с этим оружием пошел в лес. Попробовал просто пострелять с левой руки. Но в лесу неожиданно он встретил четырех человек. Было три мужчины и женщины. Воротник, одной из жертв, вследствие спустя несколько месяцев найдет пришитым к курточке ребенка Лабуткина. Следующая пара погибла за кулек продуктов и валенки. И кто бы подумал, что богаче всех окажется пожилой слесарь. У него преступник забрал деньги, чемоданчик с инструментами и снял золотые коронки с зубов. На его совести уже 12 жизней. Иногда преступник выжидает месяцами, чтобы убить очередную жертву. Иногда за день расправляется сразу с двумя загулявшимися в лесу парами. Но 18 марта 1935 года он совершает фатальную ошибку. Лабуткин, как всегда, подстерег очередную парочку. Мужчину убил сразу, а вот женщина успела увернуться, и пуля прошла вскользь. Когда она очнулась, преступник как раз снимал с нее украшения. Но вот тут произошло странное. Преступник вместо того, чтобы застрелить женщину, назначил ей свидание. А та побежала не в милицию, а к подруге похвалиться, какой симпатичный кавалер ею заинтересовался. К великому счастью, подруга оказалась адекватнее, и личность лесного однорукого монстра вычислили. Кроме его, по делу проходили еще несколько лиц его знакомых, которые знали о совершаемых им преступлениях, но совершили укрывательство убийств. В том числе и его жена Мария, которую он иногда использовал для того, чтобы она подходила к жертвам, отвлекала их, а он мог к ним поближе подойти и произвести выстрелы. А еще мать, которая помогала сбывать краденое, слесарь, поставлявший самодельные патроны, и сосед, который все видел, но молчал. Кстати, последнего осудили на пять лет как раз за то, что не донес. Сам Лабуткин был приговорен к высшей мере особым совещанием. Остальные получили от 20 до 10 лет лишения свободы. Что с ними случилось дальше, история умалчивает. На сегодня все. По традиции желаю удачи и прощаюсь до следующей встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова